Иду в Польше на работу, в Украине пизда, да. Неважно, что это, в какой оно обертке, я просто ваху из того факта, что в наше время есть место такому, есть место для зарождения такого. Во времена, когда люди начинают просыпаться, творить, просветляться, такая хуйня происходит, которую источают больные умы. С огромнейшим эго, с непониманием вообще каких-то основ мироздания, нет слов. Мы с сестрой вышли в магазин, купить еды, зайти в аптеку, и где-то рядом с нами как херануло. Пока что я не нашла ни одного дома с надписью «Укрытие». Я так понимаю, что они нам сегодня нужны будут. Короче, ребят, ночью вряд ли спать будем. Короче, мы только что едем по проселочной дороге, но такой между полями. Смотрим, что по нашей стороне стоит серый автобус. Ну, типа Павдан. Бодя говорит, это белорусский военный автобус. Ну, он стоит на обочине, и мы его обгоняем, и навстречу, из другого виража, прямо навстречу, идет танк. И они перетормаживают, и начинают на нашу сторону поворачивать дуло. Мы здесь реально обделались. Мы здесь. Мы здесь. Мы здесь. Мы тут. Они все по телебаченню говорят, что слово «паляниця» означает полуниця. Мне приснилось, что мы были в квартире на Ватутино и что за окном раздался такой взрыв большой, и мы его даже увидели. И там такая вспышка, все освещенное было, такой грипп огромный. И мы все устремились сбежать к двери. И я прочувствовала, как у меня горит кожа. И поняла, что мы все уже не дойдем до этой двери, сгораем. Очень страшно. Я сразу проснулась. В укрытие мы ходим каждый раз, но сегодня я встречался с приятелем. Я его просто ждал в машине. И когда слышу, пошли взрывы. Первый взрыв, второй взрыв. Я понял, что надо искать укрытие, выбегать. И я выхожу с машины, заглядываюсь вокруг и смотрю, что летит ракета прямо надо мной. И, короче, она вот ушла в сторону вот этой вот нефтебазы. И потом был еще один взрыв. Вот такая вот фигня сегодня произошла. Что интересно, ее вообще не слышно. То есть ты слышишь звуки улицы. И прям вот как сюрреалистичная такая картина, что как бы ничего. Ну, обычные шумы. И просто вот эта ракета, она очень медленно и низко летит. И она как будто бы не летит. Вот она как будто бы просто плывет как бы по небу. То есть она вот так стабильно как-то, не быстро, без каких-то там звуков. Просто вот плывет как бы вот так. Сни – это для меня такие колледжи из богатев, каких-то образов, что у сведомости вируют, что просто компилируют в какие-то дивные, нелогичные сценарии. Я, на жаль, останній свой сон погано памятаю. Но памятаю, место, где это происходило, это было на подверье будинка, где я прожила все свое детство до 15 лет, в Бахмуте в Донецкой области. Друзья, сейчас очень напряженная ситуация вокруг города и в городе. Напередуне того, как мне насчется сезон, я вручила с мамой, и она мне рассказала, что на пагорбах, которые видно из моего окна, за ними размещена сейчас военно-техника. И из этих пагорбов ведется обстрел. И я просто пыталась как-то уявить, как может вибрувать земля от пострелов, от ударов, бомб. И я как-то про это размирковывала. И ночи мне наснилось, что я находлюсь у своем двори. У нас там 2,5 поверхности порядка стоят. И еще один невысокий дом, в котором живет мой одноклассник. И я как-то хотела туда достаться. Но земля была нестатична. Вона вся как земнотрус такой был. И подекуди просто раскрывалися какие-то дыры у асфальта. И как-то все тряслося. И было тяжело стоять на подлозе ногами. Какое ощущение, что хочется просто придолиться до земли. И просто даже обличчям. Вот так вот до нее притиснутися. И лежать просто тут. И не вставать. А вставать на ноги. Дуже страшно. Дуже страшно. Долиться на круги. И треба в этот дом. Там была моя мама. И кто-то из моих друзей. Наверное, кто-то из родных. Наче я их шукала. Я помню лишь это чувство страха. И как-то все таки. Дуже динамично крутится. Поднимается земля. Все трясется. Я какие-то такие образы пригадую. Я почав шукати людей, про которых мы разговаривали. Там такая штука зараз, что ті звольнені міста та села Харківской области звідти вивозят людей у більш безпечные места. Селять их у каких-то санаторий, базового отдыха, что-то подобное. У людей нема нічого зовсім. Там есть семья, которых подпаливали в подвале. В них згорело все. В них одни речі, ті, что на них. И от них воняет тем, что все згорело дымом. И там очень страдали люди, в которых ничего не было. Их повезли, и там сейчас велика потреба у ежи, чтобы есть, у ежи, чтобы готовить, у речей и у леков. А, может быть, нужна будет какая-то психологическая помощь, потому что там плюс-минус буча. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Диана Торзок Субтитры создавал DimaTorzok